Сотрудники Государственного бюро расследований Украины опровергают наличие в деле о государственной измене бывшего президента Украины Петра Порошенко политический мотив. В управлении ожидают, что он вернется домой 17 января для совершения процессуальных действий и прибытия в суд. Пресс-секретарь бюро Татьяна Сапьян сообщила об этом на брифинге в пятницу. Государственное бюро расследований рассматривает преступление, а не политику. Акцентировала она, в частности, комментируя дело против Порошенко. Представитель следствия, добавила пресс-секретарь, рассчитывает, что бывший президент вернется в страну в понедельник, 17 января, как и планировал. Вместе с тем, Сапьян уточнила, что сроки проведения суда над Порошенко пока неизвестны. Но я уверена, что вскоре мы узнаем к понедельнику точно, в каком суде и как это будет происходить, уточнила она. Сапьян подчеркнула, что суд будет публичным. К слову, переписав ряд компаний и крупные предприятия на своего старшего сына, Порошенко фактически может позволить избежать ограничения доступа к этим активам. Однако в число этих компаний не входит кондитерская корпорация «Рошен», что подтверждает генеральный прокурор Юрий Белкин. А вот агрессивный бизнес Порошенко, принадлежащий ему, также был переписан на младшего сына Порошенко. Напомним, что до осени 2019 года 36-летний Алексей Порошенко был народным депутатом от партии своего отца. В соответствии с декларациями Порошенко-младшего, он не являлся владельцем ни одной фирмы, когда был народным депутатом. Спустя несколько месяцев он стал владельцем корпорации «Рошен», в состав которой входят украинские иностранные компании. Однако в пресс-службе самого Порошенко прокомментировали, что Алексей Порошенко завершил политическую карьеру в 2019 году, а уже после этого, по решению трастового управляющего, ему было предоставлено все права и полномочия конечного бенефициарного владельца слепого траста. И это было связано с последующим обеспечением отделения политической деятельности Петра Порошенко от бизнеса. Известно, что самому Порошенко в настоящее время принадлежит около десятка компаний. Скорее всего, именно эти бизнес-активы неделю назад арестовал суд. Именно им может грозить конфискация в случае доказательства вины пятого президента Украины.